Хлеб и майонез И с чистой совестью отойдем на покой Я также решил разнообразить эту рубрику небольшими флешбеками на этапы прокачки персонажей и подводить итоги касательно этого действия Качаться немного даже затягивает, благодаря сюжету, куче катсцен, интриг, твистов и т.д. Я в аниме не шарю, но мне кажется, что любителям понравится Гринду прибегать не пришлось, сайдквесты, конечно, изобретательностью не блещут А с бонусами от премиума и еды можно апнуться за 3-4 дня интенсивной игры Проблема только в том, что если вы в будущем захотите еще себе прокачать персонажей Готовьтесь к тем же самым квестам, драмам, предательствам и т.д. Поэтому сразу продумайте, кем именно вы хотите играть А у нас тем временем перерыв на эпичнейшую подборку левел-апов под крутую музыку Также стоит упомянуть, что на данный момент, когда выходит Этот обзор, в BNS уже вышел новый аддон, который добавил еще 5 левелов сверху и уйму контента Но пощупить его, к сожалению, уже я не успел Поэтому будем говорить о всемогущих 45-х левелах Итак, первое, что вам стоит уяснить, когда вы заканчиваете прокачку в Blade & Soul Это то, что вы не заканчиваете прокачку Потому как у вашего высокоуровневого персонажа появляются еще дополнительные 5, а с новым патчем 10, левелов Предназначенные как раз для развитых героев Золотой дракон, нежно обнимающий шарик, демонстрирует теперь вам 1-5 под левлы Но поскольку выговаривать под левлы сломает мой язык Подберем какое-нибудь похожее по звучанию слова, например, подлива То есть вы можете быть, скажем, 45-й левел 1, 45-й левел 2 или 45-й с 5-й подливой Эти дополнительные уровни качаются за счет посещения данжей, арен, сделанных дейликов и т.д Так что, по сути, все по аналогии с другими MMORPG Ну а заниматься на хайлевле предстоит, как обычно, PvE или PvP контентом И давайте все же оставим мякотку напоследок И пока что поговорим про режим игрок против окружения Итак, у PvE контентов в BNS есть все же свой фирменный почерк Ведь ярко выраженных танков и хилов в игре попросту нет Конечно, неофициальным танкованием занимаются мастера мечей или разрушители Но вот лечить себя игрокам предстоит баночками, хинкалями И старым добрым не стой в лужах дебил Перед траем босса можно бывает перестраховаться за некие жетоны и монеты И получить, как в аркадах, дополнительное сердечко, жизнь, что позволит восстать из мертвых во время сражения и продолжить борьбу Подземелье здесь классифицируется по нескольким признакам По количеству игроков и по цвету названия В первом случае вы можете попасть в инстанс на одного игрока, о чем я косвенно упоминал в предыдущем обзоре И на 4 и 6 игроков Последние два отличаются, вы не поверите, только тем, что в вашей группе 4 или 6 героев Разделение на цвета подразумевает сложность подземелья Зеленые — это вообще смех и гогот, проносить их проще некуда Синий — уже что-то посложнее, но, как правило, проблем не вызывает А вот вся боль сосредоточена в подземельях фиолетового раздела Здесь мало того, что босс и трэш жутко сильны Так еще и игроки на определенных участках наловчились пользоваться полетами и прыжками Blade & Solo так, чтобы избежать некоторую часть противников И если вы попадаете в них впервые и еще не знаете этих фишек То ждите обвинений в том, что вы нуб и подставили всю команду Навыки Assassin's Creed хоть где-то могут теперь пригодиться Сами же данжи довольно типичны Поющих богинь здесь нет Зато есть огромная одноглазая лоли с миниганом и белым тигром Или, например, повариха, которая хочет приготовить суп из кап Поджаренные мяты капы? Суп из кап Ой, азиаты Сражения проходят по всем канонам нон-таргета С прыжками, беготней и уклонениями от атак Как таковых, рейдов тут нет По крайней мере, пока нет Мы же, если помните, с Европой и Америкой отстаем от Кореи по поступлению контента Так что в будущем, возможно, и завезут Косвенно, в качестве рейдов можно считать волдбоссов Их тут два типа С одного падает сундук с итемами А со второго сферы для поля чудес Или колеса фортуны, как оно тут называется Также на этих боссах можно и воевать с другими игроками Но это не особо часто встречается В основном все хотят получить заветный лут Дружба и коллективная работа Но в целом, если подвести некоторые промежуточные итоги Пве не то чтобы пленит и поражает Но на хорошем уровне выполнено Самый сок начинается в фиолетовых данжах И зависнуть там можно Я бы мог придраться к тому, что их количество невелико И может надоесть со временем Но напомню вам, что уже вышел новый аддон Так что скучать как-то и не пришлось Ну вот и добрались мы до самой мяготки Блэйден Соло Как я и говорил в прошлый раз Мне сразу показалось, что игра ориентирована больше на ПВП И так оно и вышло Более того, я еще и выяснил, что у себя на родине БНС является ни много ни мало киберспортивной дисциплиной А значит зрелище уж точно предстоит быть интригующим Спровоцировать войну игроков можно в принципе просто в любой локации Достаточно надеть нужный костюм И ваш герой станет враждебным для всех представителей другого течения моды Так сказать, война Дольч и Габбана Но этим не то чтобы особо увлекаются Гораздо интереснее здесь обстоят дела на аренах Их тут два вида Один на один и три на три В первом случае сражения представляют собой некую дуэль между двумя разными персонажами И все вроде хорошо, динамичненько, саундтрек и так далее Но вот только как-то подбор соперника осуществляется несколько рандомно Ну вернее игра, видимо, все равно ориентируется на ранг тех, кто подает заявку Но никак не учитывает уровень или шмот персонажа Вполне естественной на низких рангах является ситуация При которой ваш хай-левел персонаж дерется с каким-нибудь низкоуровневым дурачком И без проблем одерживает победу Далее вам наоборот может закинуть аж какого-нибудь сорок пятого с пятой подливой Да еще и с контращим классом И от вас сухого места не останется Затем вновь маленького ребенка аж 18-го левла Который еще и за расу мелких груш играет Ну вот как тут руку-то поднять? Но, наверное, на крутых рангах ситуация стабилизируется Но вот интереснее всего выглядят арены 3х3 Здесь довольно нестандартная и мной лично доселе невиданная система проведения боев Я бы назвал ее эдаким Mortal Kombat или Tekken в мире MMORPG Суть в том, что у вас и у врага в команде находятся три разных игрока Но сражаются при этом только один на один, а остальные два в команде находятся в режиме спектатора Если игрок умирает, игра выкидывает на арену следующего и он продолжает сражение Но есть еще две интересные кнопки Первая позволяет вмешаться и залететь в сражение на несколько секунд Тем самым сделав бой не один на один, а два на одного игрока Вторая же дает возможность вам во время сражения, если вы вдруг почувствовали, что дела плохи Произвести замену себя на иного игрока команды и вновь отправиться в режим спектатора И это и правда максимально приближено к всевозможным консольным файтингам С моим скиллом приходилось часто сидеть в спектаторе, но дискомфорта это не вызвало Иногда наблюдать немного лучше, чем играть Система комбо ударов, о которой я тоже упоминал в прошлом видео Раскрывает себя полностью в этом виде боев Хотя, конечно, пальцы счет болят немного Ну и следует опять же выделить саундтрек Что в ПВЕ, что в ПВП Музон оперативно подстраивается под текущее сражение И начинает выдавать какой-то забористый рок в разгар битвы Что повышает уровень адреналина в крови По первым впечатлениям это смотрится круто Вернее, слышится круто Не знаю, есть ли тут ощутимый дисбаланс Сейчас уже и не проверить Но в чате активно писали, что некие дестры, имба и рвут всем глотки Ну а так довольно все нестандартно и любопытно Но может быть на любитель, кто знает Крафт особо ничего интересного из себя не представляет Грубо говоря, вы выбираете заказ и ждете, пока изделие производится При этом профессии делятся как на добывающие, так и на производящие Но суть также одна Вам не нужно ничего собирать и фармить постоянно Все делается через заказ Дерево заказывайте в одной профессии Изделие из дерева в другой Есть некая хитрость, что для открытия определенных вещей Необходимо сначала обнаружить сам материал То есть собрать руками В общем, эдакая веселая ферма А потом все, что получилось Сливать на заточке оружие и усовершенствование предметов И помните, я вам говорил, что с одной пухой можно бегать от звонка до звонка? Вот я так и отбегал Вот вкратце и обрисовал я вам положение дел в БНС на 45 уровне Сейчас эта информация чуть менее актуальна, ведь уровней стало 50 Но основные фишки, я думаю, особо не изменились Нового патча я успел посмотреть совсем немного Уровень довели до 50-го, подливу до 10-го Добавили целую новую локацию со своей историей Вроде новые пвп-ивенты с какими-то камнями или минералами И боссами шмот прочей радости жизни Так что если и нужно чуть-чуть обновить хлев, то это не столь критично И вновь к итогам Пвп в игре реализовано добротно Пве средненько Крафт такое себе, качаться быстро и легко Поэтому на случай, если вас все же заинтересует Или нет денег на покупку легиона То я решил посыпать вам на рану щепоточку ссылок в описании Все претензии из прошлого обзора в силе Это азиатская игра, поэтому будьте готовы к соответствующей атмосфере Если она вас не отпугивает, то вперед-вперед Ну и поскольку, когда я хоть какой-то элемент игры похвалил Пусть и беспристрастно Многие люди в комментариях все равно сразу же бегут обвинять меня во всех смертных грехах Мол, продал душу, предал подписчиков То специально для вас давайте запустим Альтернативное и адекватное мнение об увиденном, как вы хотите Ну что нам это, ваше корейщина БНС Фу, ПВЕ анимешное ПВП анимешное Бегают Арут, какие-то Наруто, Пикачу, Сейлор Мун И как тут вообще разобраться У меня же глаза не узкие Вот у нас в линейке Хотя линейка вроде тоже была анимешная Но не важно Вот там душа так душа А тут сразу видно Салаут Подогрели всех Проплатили вокруг Чемоданы с деньгами Где обзор нормальный ССВ с машинами Шутки про пандарядов Дизлайк Это писка Ну и на такой прекрасной Удовлетворяющей всех Ноте Выпуск Хлева Подходит К концу Как обычно он вышел более серьезным Чем простой ЗСВ Лайт Но видимо сам формат К такому Располагает А вас Я призываю Специальной кнопкой СБНС Поставить лайки И заглянуть на мой Третий канал За порцией Нестандартного Немного контента Ну и трансляции На Твиче Со вторым каналом Никто не отменял Спасибо за внимание До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok